С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! У нас понедельник, у нас, как всегда, начало каких-то интересных дел. Ну, а эта неделя, я понимаю, что каждый из вас осознает, насколько эта неделя важна для нашей страны, важна для каждого из нас, который смотрит телевизор, не смотрит телевизор, слушает радио, не слушает радио, все равно им придется жить именно со всем тем, что произойдет завтра. Завтра будут выборы, и завтра все, я надеюсь, все пойдут, проголосуют. И, в общем-то, в этом есть резон. Мы всегда понимаем, что то, что мы в конечном итоге хотим, мы за это должны добиваться. Даже если это не понедельник, а вторник, завтра вторник, ну ничего, не страшно. И вторник тоже хороший день, и тоже день для хорошего начала. Но мы с вами в понедельнике, у нас еще до выборов остался один день. И мне бы хотелось, чтобы у вас была возможность немножко как бы пофилософствовать, посмотреть на реалии, которые сегодня нас окружают. Мне хотелось для вас сделать что-то такое приятное и интересное, а может, в какой-то степени и даже неожиданное. В понедельник, два года тому назад, примерно в эти же дни, мы с вами смотрели передачу «Контакт по понедельникам», представлял дебаты. Впервые это было, в общем-то, на русско-телевизионном экране дебаты между двумя кандидатами. Ну, сказать, что это были острые дебаты, в общем-то, надо сказать, потому что я знаю, что даже, ну, те, кто не живет в Нью-Йорке, я объясню, что у нас есть такой Брайтон-Бич, у нас есть Бодворк. Это место, ну, как в Древнем Риме, это тоже собирались тоже разные выбирающие толпы, и они между собой спорили на форуме и говорили, у нас такой форум есть, это Брайтон-Бич. И вот на этом форуме скипели страсти. Были два русских кандидата. Впервые, во-первых, как всегда впервые, это всегда очень остро. Во-вторых, это были русские, наши русскоговорящие, русскоязычные. И страсти настолько кипели, а было две фамилии. Был Ари Каган, журналист, и был Олег Брюк-Красный, в общем-то, человек, которого многие знали, как общественно-политического деятеля, человек, который возглавлял еврейские организации. И вот эти два человека, каждый пытался доказать, что он самый лучший. И доказали. Давайте посмотрим запись двухлетней давности. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо огромное за предоставленную возможность. Эти дебаты действительно очень интересная вещь для нашей общины. Давно работал над тем, чтобы состоялись подобные дебаты. Тоже сказать, что я живу в округе, в 46-м округе избирательном, уже 13 лет. Там родились мои дети, ходят в школу мои дети, рядом живет моя мама. Голосовать за меня будут мои соседи, люди, которых я знаю очень давно. И как человек, который построил развлекательный обучающий центр в этом округе, и как человек, который был казначеем комьюнити-борд общественного совета и работал со всеми общинами в этом округе. И как человек, который 5 лет был исполнительным директором организации, которая представляла, 42 организации представляла русскоязычную общину. Мое образование Московский технологический институт, инженер-экономист. И Колумбийская школа бизнеса, Non-Profit Management Institute. Я очень признателен за возможность баллотироваться, потому что мне ее предоставили мои избиратели, мои друзья. И я буду представлять в ассамблее штата Нью-Йорк и русскоязычную общину, и весь округ, в котором давно живу и работаю. Я специально поставил первое воспоминание, это вот двухлетней давности, Алика Брук-Красного, поскольку он выиграл эти выборы. Он их выиграл. Ну, а, естественно, оппонент, Ари Каган, проиграл. Много было разговоров, и мы даже с Ари потом обсуждали, готов ли он прийти ко мне на передачу и поговорить за жизнь. Как он перенес то, что он проиграл, и какие у него планы, и что вообще впереди ему, кажется, надо делать. Ари Каган, пожалуйста, посмотрите тоже двухлетней давности. А, наверное, пленку готовят сейчас в передаче. Я хочу сказать о том, что Ари Каган, журналист, общественный деятель, тоже человек, который, как бы, довольно известный в комьюнити, и когда он предлагал свою кандидатуру два года тому назад, он глубоко был уверен, что он и является тем самым важным и самым лучшим, который может быть на, чуть не сказал на русском рынке, нет, на русском поле избирателей. Пожалуйста, у нас готово, можем посмотреть в следующий эпизод? Нет, что-то у нас там пока технически еще не готово. Хорошо, тогда я представлю сегодняшних людей, которые у нас в студии сидят. Вам придется сделать маленькую коррекцию. Да, пожалуйста, посмотрите, посмотрите запись видео. Считаю, и раньше считал, и теперь также считаю, что действительно нужен русскоязычный политик и в городе, и в штате, и в стране, но при одном единственном условии. Этот русскоязычный политик должен быть квалифицированным, и он должен защищать интересы всех жителей своего округа в Америке, система округов территориальных. И поэтому очень важно, чтобы даже русскоязычный политик представлял интересы не только русскоязычной общины, но и всех этнических и расовых групп своего округа. Что же касается, почему я считаю, что это будет благом для нашей общины в частности, я считаю, что так как я прошел весь путь иммигранта, и прошел его вместе с вами, так как я плоть от плоти русскоязычной общины, так как я знаю специфику этой общины, поименно знаю сотни, а может и тысячи людей в нашей общине, и я знаю специфические ее нужды, менталитет, проблемы, общая история у нас, мы знаем, что больше знаем историю, географию. Я бы, например, никогда бы не допустил, чтобы, если был бы депутатом Ассамблеи, когда был бы депутатом Ассамблеи, чтобы... Когда был бы депутатом Ассамблеи. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! А теперь нашим телезрителям остается только посмотреть на вас, какие вы стали через два года. Спустя два года, спустя два года, Алик Брукрасный, депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк, депутат тогда, помните, было написано, кандидат депутата, да? И Ари Каган, журналист и общественный деятель. Тогда на дебатах вы сидели напротив, вы сидели не здесь, вы сидели напротив, и вы друг друга, в общем-то, не очень жалели, скажем так, мягко говоря. Скажите, много изменилось ваше представление о том, что такое депутат, и вообще все те, скажем так, лозунги, или все эти обещания, все те посулы, которые говорил кандидат в депутаты Алик Брукрасный, они изменились? — Вообще отношение к своим обязанностям, нет, не изменилось. В общем, я считаю, что прежде всего в результате того, что я был выбран, я получил больше ответственности. И вот эту ответственность я чувствую, и программа, которая была мной представлена, она, я не могу сказать, что она вся выполнена, она практически выполнена, процентов на 80. И интересно, что сегодня мне приятно, что Ари, который поддерживает меня, работает со мной, помогает мне в компании, сегодня мне даже кажется, что Ари лучше помнит список того, что мне удалось сделать, чем я сам. — Он обязан помнить все, что ты обещал. Ари, ты вначале, наверное, готовил этот список для того, чтобы это было контрмеры, когда через два года ты начнешь опять свои движения в ассамблее. Поэтому у тебя были все списки, и ты теперь можешь только проверять, но, правда, сегодня ты уже их проверяешь на дружеском основе, да? — Ну, во-первых, Борис, я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты нас пригласил. — Я по-прежнему вас помню. — Да, я принесла такую передачу, и всегда твоя передача просто уникальна. Я очень с большим удовольствием в ней участвую, спасибо огромное. И я хочу также поздороваться с нашими телезрителями и сказать, что действительно два года я внимательно следил, не будет секретом, два года внимательно следил за деятельностью моего депутата ассамблеи штата Нью-Йорк, Олега Брука Красного. Но хочу напомнить, что два года тому назад, когда уже ноябрьские выборы прошли, я публично поздравил Олега Брука Красного с победой и сказал, что так как я живу в этом округе, то мне хочется, чтобы в этом округе были позитивные перемены, пожелал им в этом успехов. И, конечно, потом у нас есть такое благо, как интернет, где можно увидеть каждый голос любого депутата, какие фонды куда идут, что и кто и как голосует, что говорит Олег Брукрасный, там волба, никакие здесь заявления. Ну и на встречах в округе, когда я приезжал на те или иные события, собрания там жильцов какого-нибудь дома, какие-то общественные мероприятия тоже встречал, Олега, и все это, конечно, мотал на ус, все называется, не только потому, что там, может быть, какая-то там обида сидела или что-нибудь в этом духе, но действительно, never say never in politics, никогда не говори никогда, смотрел за тем, что какие варианты, возможно, через два года. И все внимательно взвесив, еще летом этого года, в июне, когда был вот этот дедлайн, последний день сбора подписей под петициями, выдвигаться или нет против Олега Брука Красного, уже к этому времени мне было совершенно очевидно, что этого ни в коем случае делать не нужно. Ну а еще через несколько месяцев постепенно, постепенно я пришел к выводу, что не только самому не нужно выдвигаться против Олега Брука Красного, не нужно, но еще нужно сделать все возможное, чтобы он уверенно выиграл в ноябре этого года с как можно большим процентом, потому что он успел выполнить не только большую часть своих предвыборных обещаний, но еще умудрился выполнить некоторые мои предвыборные обещания. Скажи, пожалуйста, а вот вся эта история Барака Обама и Хиллари Клинтона, когда они были, скажем так, не очень дружественно настроены друг к другу, и затем она выступает и агитирует за голоса всех своих приверженцев голосовать за Обаму. Для тебя это что-то было? Как ты это воспринимал, скажем так? И было ли это для тебя каким-то примером или одобрением своих поступков? Я не думаю, что для наших телезрителей будет сюрпризом сказать, что я поддерживал Хиллари Клинтона в этих праймерах демократических, я демократ, никогда этого не скрывал, и я очень желал ей победы в демократической номинации и хотел, чтобы она стала президентом США, очень жалею, что так события не развивались в итоге. Когда же она прекратила свою предвыборную кампанию, набрав почти 18 миллионов человек, я скажу, что тот факт, что она поддержала Барака Обама, меня нисколько не смутил, потому что это законы... Для тебя это не было каким-то таким примером? Вот так надо, и поэтому я сделал правильно. Не поэтому, нет. Хотя бы одна разница. У него заняло это всего лишь каких-то три дня, у меня это заняло целых два года. Понятно. Все-таки разница это все-таки существует. Алекс, скажи, пожалуйста, у него заняло два года, у тебя тоже заняло два года, чтобы сегодня опять сидеть в студии. Большое спасибо вам за то, что вы тоже сегодня с нами. Спасибо, спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, начнем с личной жизни. Вообще наша передача, она более личная, чем политическая, общественная. Скажем так, у тебя не было когда-нибудь таких моментов, особенно если тебе раздается звонок, там, мягко говоря, в 9-10 вечера, еще, и вот так, ой, ну что я на себя взвалил? Оно мне надо. Боря. Только честно, нас никто не слышит. Какой вообще нормальный человек иногда не думает о таком? Какой, если ты говоришь в 9 часов, а в 11, а в 3 часа ночи? Не понимаю, а у тебя жена есть? У меня есть фотографии на столе твоих детей. Вот, пожалуйста, я даже могу показать. Вот, это дети. Есть жена, ее зовут. Они тоже просыпаются. Она полностью меня во всем поддерживает. И я просто, я просто счастлив, что у меня есть такая жена. Вообще, если есть жена добрая и умная, поддерживающая во всем. Но у тебя вообще личная жизнь присутствует? Да и мне трудно ответить на этот вопрос, Борис. В последние два года очень редко мне удается какое-то внимание уделять самому себе. Но семье я внимание уделяю безусловно. Я, скажем, пытаюсь, пытаюсь вести свой график так, что в субботу я могу провести время с женой и с детьми. Потому что очень часто я знаю, то ты в Израиле, то ты в Москве. Вот я вчера вернулся из Москвы, неделю было. Дикая усталость после самолета, работа. Это дико тяжело. Как ты ухитряешься себя поддерживать? Ты на диете, ты занимаешься спортом. Нет, ну это, конечно, это само собой. Без этого просто никак нельзя. Вообще, я через океан летаю редко. Меня в основном в последние два года интересует 46-й округ ассамблеи. Нет, нет, ну ты же был там дипломатикой. Есть, есть, есть что-то такое. Что-то такое в Израиле было, даже в Киеве что-то было. А, да, в Киеве, да. Ну, в общем, в этом участвуешь, потому что, поскольку есть наша страна, есть большое количество русскоязычных евреев, живущих в Америке, иногда нужно представлять русскоязычных евреев, иногда нужно даже поправлять. Как строится твой день? Ну, примерно, расскажи, как строится твой день? Во сколько ты встаешь? Как ты успеваешь? Ну, обычно, обычно часов в 7 утра и до последнего звонка, да? До последнего звонка. Я даже не могу тебе сказать, когда мой день заканчивается. Очень трудно сказать. Как людям удается попасть к своему депутату? Конечно, безусловно. У многих, у многих, многих, я бы сказал, сотен людей есть мобильный номер, номер моего мобильного телефона, и они не звонят мне в любое время. Как-то приятно удивляет, что ты не скупишься на свой мобильный номер телефона. Обычно люди всегда, как бы, зажатые, о, нет, нет, это мобильный, там, чуть-чуть. Ну, это совершенно, на мой взгляд, это совершенно нормально. Если я, я через такое общение с большим количеством людей знаю, что происходит в общении, знаю, что происходит в округе, знаю, какие проблемы волнуют людей. Я даже не знаю, как без этого работать, как правильно строить. Если бы вообще политика строилась на интересах людей, на их заботах, наверное, политики были настолько идеологически сильны. Я даже не могу обрисовать это правильно. На мой взгляд, это единственный способ вообще быть эффективным в политике. Да, но, извини меня, вот это бытующие фразы, политика это продажная. У тебя разочаивание часто происходит? Очень редко, очень редко. И когда они происходят, я вспоминаю хорошие моменты. Я вспоминаю, когда удается помочь семье какой-то. Обычно большие дела, какие-то большие деньги, которые приносишь в округ, люди замечают их, но это не самое главное, что приносит самое большое удовлетворение. Ну, тогда назови мне, пожалуйста, один мало, нет, давай, давай три. Три вот таких дела, что ли, которыми ты гордишься за эти два года. Например, когда я стал членом ассамблеи, я вдруг обнаружил, что в одном, даже в двух домах на Куни-Айленд зимой уже вторую зиму нет отопления. В 2007 году в столице умерло. И мне удалось быстро поправить положение за счет каких-то связей, которые были установлены. Но я не понимаю, а почему до тебя этого никто не сделал, что не было депутата или не могли достучаться? Борис, я никогда не говорю вот то, что было до меня, почему это не было сделано. Я тебе могу объяснить, как я это сделал. Но почему это не было сделано другими людьми, я не знаю. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Окей, первое мы назвали, еще пару. Может, потому что они не давали смобильный номер телефона. Точно, наверное, не было. Не знаю, трудно сказать. Не, ну действительно, достучаться не всегда просто до депутата. И когда мне оттуда звонят люди и поздравляют со всеми праздниками сегодня, мне приятно. Я вот эти моменты вспоминаю. Очень приятно. Или, скажем, недавно удалось просто... Ари знает этот случай, он уже, так сказать, был со мной во всем этом. Удалось просто освободить от тюрьмы невиновного человека. Такие случаи тоже запоминаются. Когда удается людям, которые очень нуждаются в перемене жилищных условий, люди, которые не в состоянии платить большой рен, получили уже, наконец, ваучер на восьмую программу. Когда удается уговорить лендлорда, обещая ему в дальнейшем поддержку, что он будет получать вовремя чеки, так сказать, и так далее, и тому подобное. Такие моменты запоминаются. Можно я один пример приведу? А, ты хочешь, пожалуйста. Добавить четвертый пример, который меня очень потряс. Я в газете даже написал об этом, в один этот эпизод. Был момент, значит, Алику Броку Красному 15 ноября в еврейском центре Манхэттен Бич собираются давать награду. Называется Community Service Award. Это очень важная, почетная награда. И его пригласил президент этого центра на беседу по этому вопросу, как, что будут вручать, что написать там на этом награде. И вроде бы должен быть человек засредоточен именно на том, чтобы только этот вопрос обсуждать. Награду себе приятно, почетно, замечательно. В этот момент Алику позвонил один человек и рассказал о такой проблеме, связанной с таким очень деликатным делом, как похороны. Возникла очень такая серьезная проблема, когда на кладбище не было работников, похоронный дом не знал, что делать. В общем, похороны начались, но неизвестно, чем они могли закончиться. Я все не мог понять, когда я слышал, что Алик говорил по селфону, я не мог понять, почему они обращаются к депутату ассамблеи по этому вопросу. И потом я увидел, что сделал Алик. Он попросил, что временно пока не может идти на беседу про награду свою, а стал заниматься решением этой вопроса. Позвонил на кладбище, позвонил в похоронный дом и стал разбираться. И, в общем, позже я узнал, что проблема решилась, и кладбище сумело одолжить работников соседнего кладбища. Все-таки решили эту проблему. Но я к чему говорю? Он должен был заниматься тем, чтобы получить награду себе. Вместо этого он отложил и помогал в решении вот такого вопроса, как похороны. Меня это очень сильно тронуло, потому что я увидел, что это не безразличный человек. Теперь мы попросим у вас, уважаемые телезрители. Сейчас на экранах ваших телевизоров вы увидите номер телефона, и вы тоже можете позвонить и тоже сказать свои положительные, а может быть у кого-то есть какие-то замечания, у вас есть прямая возможность сейчас, даже не звоня по мобильному, а вот по телефону, который сейчас у вас на экране, обратиться и к Алику, и к Аре. Скажи, пожалуйста, Аре, так что, политическая твоя карьера закончена? Ни в коем случае, а почему так нужно говорить? Я уже сказал, never say never. Должно быть такое понятие, как оппортуность, должна быть возможность, должна быть... То есть ты себя видишь все-таки лидером таким, политически-общественным? Ну, дело не в том, что я себя вижу, важно, как люди это видят. В конечном итоге жизнь показывает, что все решают избиратели, все решают люди. Я по-прежнему член правления ряда общественных организаций, там, Братство инвалидов, Объединенные ассоциации восточноевропейских евреев. Более того, после окончания выборов меня пригласили еще в две организации, я не смог отказаться, я сегодня являюсь вице-председателем Бруклинского комитета памяти жертв Холокоста, вы знаете этот парк, мемориальный памяти жертв Холокоста на берегу Шипсетбэйканала и ряд других организаций, то есть я не только не прекратил общественную деятельность, а даже она у меня увеличилась. Поэтому я очень хорошо понимаю Алика, когда он говорит, что он поздно домой возвращается. Я тоже поздно домой возвращаюсь, хотя я еще не депутат, как говорится. Вот, поэтому, что будет в будущем, ну, из Харту предикта спешили за фьючер, тяжело предсказывать особенно будущее, поживем увидим. Пока, мне кажется, на данный момент очень важно избрать Америке правильного президента, в ассамблее штата Нью-Йорк в 46 округе оставить нынешнего депутата, который очень важно и нужен еще на два года, и избрать правильный конгресс, и я принимаю во всех этих гонках непосредственно участие. Ну, кроме того, наверное, вот это вот ваше отношение, которое сложилось, скажем так, между тобой и Аликом, наверное, в какой-то степени и тебя учат чему-то, ты какие-то вещи для себя тоже берешь? Безусловно, я думаю, что и компания 2006 года, и последовавшие два года, и Алика, я надеюсь, и меня многому научили, и никогда не нужно переставать учиться, никогда не нужно быть слишком самонадеянным, наверное, я был слишком самонадеянным, и вообще многие вопросы нужно пересмотреть, нести какие-то коррективы, и я действительно, да, многие вещи, которые я делал по-другому, сделал какие-то коррективы, и я сегодня считаю, что Алик доказал за два года, что он был в ассамблее, как он умеет, благодаря работе с разными людьми, находить взаимоприемлемые и очень важные компромиссы для решения важных социальных проблем, начиная от ремонта Бордвока и сохранения важного центра для пожилых людей, и заканчивая поддержкой, скажем, школы для детей, болеющих аутизмом или молодежного еврейского движения, все это в одиночку невозможно добиться никогда, нужно всегда создавать коалиции, и в этом, мне кажется, как раз большая сила Алика, что он умеет создавать вот эти коалиции, и тот факт, что он, он аутрич, как говорят, не только в моем направлении, но и всех моих союзников, всех моих друзей, прежде чем я принимал решение о поддержке Алика, я побеседовал с теми людьми, которые, как бы, той группой людей, близких друзей, которые меня выдвигали в ассамблее, и мне сказали в глаза, а были какие, которые сказали, ты делаешь не то? Я скажу честно, что было пару человек, которые, пару человек, которые, как бы, заняли нейтральную позицию, они сказали нет, они заняли нейтральную позицию, а остальные не только горячо одобрили, несколько человек даже деньги послали, я не думаю, что это будет, например, большой секрет, рассказать хорошо, знают наши телезрители, такого уважаемого адвоката, такую прекрасную женщину, как Ирина Матиченко, которая много раз была в этой студии, ее все мы очень любим, знаем, ценим за ее титанический труп, на благо малоимущих людей, я вам могу сообщить сейчас, что она не только поддержала мое решение о поддержке Алика Брука Красного, но еще и денежно-финансово внесла вклад в избирательную компанию. Хорошо, тогда мы слушаем Веру из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Вера, вы с нами в студии. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я обращаюсь к Алику Брук Красному за помощью. Я много раз звонила к нему в офис, хотела сделать опойтман по своей проблеме. Телефон 266-0267, есть такая там у него помощница Лена, но, к сожалению, я никак не могу, она мне не может помочь назначить опойтман с Аликом. Скажите, Вера, а вы говорили с ней, какой именно вопрос у вас? Да, я нахожусь, живу на канале. На каком канале? Канал-стрит в Бруклине, Кенморкорт. И там депутат ассамблеи Стивен Симбровиц. Я к нему обращалась в течение года, но он ничего не делает. Я получаю с Ливенстон-стрита 350, одни отписки. Меня выбросили с очереди в 2006 году, хотя я посылала еще документы. Вера, а по какой причине вас из очереди удалили? Меня удалили из очереди, сказали, что я очередной раз, каждые три года не прислала им документы, но у меня есть сертификат, я заказным письмом все направляла, у меня есть копии документов, мне помогали в шорфронте, есть там такая Зинаида, она мне помогала оформлять аппликейшн, и до сих пор все идет переписка, они меня выбросили из очереди и считают мою очередь с 2007 года. Вера, вы знаете, я должен вам сказать, я прошу прощения, что я перебиваю вас, я должен вам признаться, что у нас, ну, если это не негласный закон, то в общем об этом все члены ассамблеи знают. Обычно мы имеем дело только с округом ассамблеи, в котором мы выбраны. Дело в том, что, представляя 125 тысяч человек, ты имеешь такое количество разных проблем, что каким-то образом работать с людьми из других округов иногда очень тяжело, а просто-напросто штата не хватает. Вы упомянули Лену, но она у меня вот вдвоем с Эл Айзенберг, а больше людей нет. Поэтому я прошу прощения, наверное, прежде всего они говорили о том, что вы не живете в 46-м округе ассамблеи, это главная причина. Вообще считается неэтичным даже работать с людьми в другом округе. Дело в том, что вас представляет член ассамблеи, которого зовут Стивен Симбровиц. И если вашему делу можно помочь, я поговорю с ним, и вы будете, безусловно, вы встретитесь с ним или с человеком из его команды, и они постараются помочь вам, если это возможно. Иногда бывают случаи, когда помочь невозможно, а иногда бывают случаи, что бюрократия настолько сильна, что помочь бывает в течение двух лет даже невозможно. У меня есть одна семья в округе, их зовут Клара Израиль, я не буду называть их фамилию, но должен вам сказать, что в течение двух лет я пытаюсь получить квартиру для людей, которые просто не в состоянии спуститься по лестнице и подняться. Просто не в состоянии. Они живут в доме без лифта, на Брайтоне. И бюрократия настолько сильна в Нью-Йорке, что иногда вот даже таким людям помочь пока не удалось. Я надеюсь, что я смогу им помочь, но пока не удалось. Поэтому во всех случаях помочь не удается. Но кроме этого, что важно понять, что для меня просто неэтично представлять людей, которые выбирают Стивена Симбровиц. Вот в чем проблема. Самое главное, я бы сказал. Хорошо, спасибо, Вера, за звонок. И у нас Сергей, город Нью-Йорк. Сергей, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте, Сергей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Бруклина, отъявленный республиканец. Отъявленный. Прекрасный. Я хочу сказать, что когда я слышу фамилию Голден-Мейер, я горжусь, что я еврей. Когда я слышу Бен-Гурион, я горжусь, что я еврей. Но когда я слышу, когда евреи вступают в демократию и поддерживают демократическую партию, где может быть Обама, мне стыдно. Сергей, можно я вам задам вопрос? Да, конечно. Скажите, вы понимаете вообще, что система, американская система, американской демократии, политическая система, она строится на двухпартийной системе и отношениях между партиями? Да, я понимаю. Я 20 лет в стране, капиталист, два бизнеса, разбираюсь хорошо в советской политике, российской политике, американской политике. Закончил высшую школу экономики еще при Советском Союзе. Я разбираюсь. Но демократический строй так устроен в демократической партии, что, как было в 2017 году, мы наш, мы новый мир построим и ничего не строим. Так и здесь. Одна болтовня. Хорошо. Сергей, скажите, пожалуйста, вы хотите конкретно что-то спросить? Как бы идея понятна? Я буквально на минутку продолжу разговор с вами, если вы не пройдете. Вы знаете, у вас то, что называется small business, да? Да. Значит, я вам скажу, что я был инициатором серии законопроектов в ассамблее, которые поддерживают small business, малый бизнес. Девять законопроектов. Если вы зайдете на мой сайт, вы увидите, о чем они, и уверяю вас, что каждый из них поддерживает малый бизнес. Да, ну просто когда был клиент... Сергей, пожалуйста, разрешите мне закончить. Пожалуйста. Значит, в ассамблее эти законопроекты, поддерживающие малый бизнес, прошли. В Сенате, который является республиканским, они умерли. Как вы это можете объяснить? Я могу только объяснить только тем, что с времен, когда пришел господин Клинтон, развел социализм, развел социальное пособие для всех, кому надо и не надо. Почему вот вы, как Алик Брук Красный, не можете поставить вопрос о том, что если приходят на социальное пособие люди здоровые, крепкие, но с одним глазом, почему они, получая зарплату от города, то есть пособие, не могут выйти, выгнать их на улицы от автобуса пять кварталов до автобусной остановки и назад восемь часов. Такая же зарплата. Сергей, в это время сократить Сергей, я понимаю. Во-первых, Сергей, в первую очередь я задал вам совершенно конкретный вопрос, во вторую очередь я могу сказать, что одним из первых актов Клинтона у власти был акт Welfare to Work. Вы согласны с этим или нет? Я согласен, да. И третье, что я вам хочу сказать, потому что у нас очень длинный разговор, к сожалению, Борис говорит о том, что мы должны продолжить. Это мои гости. Мне кажется, что вы вполне имеете достаточное образование для того, чтобы понять, что если бы демократическая партия в Америке была партией социалистической, у нас было бы уже давно и всеобщее медицинское обслуживание, и бесплатное образование, но у нас этого нет по одной проценту. Демократическая партия американская гораздо более консервативнее, чем любая либеральная партия в Европе. Это не социалистическая партия. И на этом мы закончим. Уважаемые телезрители, сейчас мы смотрим рекламу, а затем продолжаем наш разговор с нашими гостями. Ари Каган, журналист, общественный деятель и Алек Брук-Красный, депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк. В общем, реклама. Говорят, что все дороги ведут в Рим. И чтобы осилить эти дороги, нужно заглянуть в Сиету. Именно здесь создан современный центр по заболеваниям ног доктора Майкла Бураковского. На новейшей аппаратуре проводится компьютерная и радиологическая диагностика. Как результат, точный диагноз и правильное лечение. В случае необходимости доктор посетит вас на домой. Классный профессионал с опытом работы в лучших госпиталях и клиниках Нью-Йорка. Небольшая проблема в ногах сегодня может стать большой проблемой завтра. Ваши ноги в надежной трубах. Московский художественный театр МХАТ. Впервые в Америке гастроли знаменитого МХАТа. Комедия по мотивам рассказов Чехова «Дуэль для слабых созданий» в постановке самого культового режиссера современной Москвы Владимира Солюка. В спектакле заняты народные артисты России Екатерина Васильева Евгений Кендзинов Аристарх Ливанов Наталья Егорова Билеты во всех театральных кассах и на сайте театр.ком Компания Теленет объявляет новые расценки по следующим направлениям. Россия, США, Канада от 1,9 центов в минуту. Украина от 10,9 центов в минуту. Беларусь от 19 центов в минуту. Литва от 9 центов. Молдова от 13,5 центов в минуту. Германия, Австралия от 3,5 центов в минуту. Звоните нам 1-888-214-24-44 и 1-800-864-40-99 Ежегодный конкурс Ваше Величество Бабушка 2008 состоится 7 ноября в Бруклине в ресторане Националь в 7 вечера резервирование мест по телефону 718-646-12-25 и 9 ноября в Квинсе в ресторане Ройл Палос в 12 дня телефон 718-268-3308 Выставка распродажа Манзари впервые на Брайтоне Только 2 дня 1 и 2 ноября с 10 утра до 7 вечера более 3000 новых изделий коллекции 2009 года из Франции и Италии будут распродаваться со скидкой от 40 до 70 процентов Новейшие дизайны европейских дубленок превосходного качества шубы и кожаные изделия для мужчин и женщин все со скидкой от 40 до 70 процентов Выставка распродажа пройдет в Ушана Кейтерерс на первом этаже здания театра Миллениум Остановитесь вода из-под крана насколько она безопасна может быть в вашем доме трубы содержат свинец бактерии тяжелые металлы пестициды радиация все это может присутствовать в воде не надо больше ждать позвоните в Аквалайф 866-979-Аква и проведите анализ воды в вашем доме сегодня это бесплатно наш лицензированный специалист приедет и без каких-либо обязательств определит безопасна ли вода для вас и ваших детей хватит ждать назначайте бесплатный анализ воды по телефону 866-979-Аква с вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу контакт по понедельникам у нас сегодня в гости Ари Каган журналист и общественный деятель и Алек Брук Красный депутат ассамблеи штата НИО депутат потому что мы начали разговор о том что два года тому назад эти же два молодых джентльмена были в нашей студии они спорили между собой а сегодня они друг друга поддерживают потому что Ари Каган наблюдая за деятельностью своего оппонента Алека в конечном итоге пришел к выводу что это тот человек который действительно выполняет взятые на себя обязательства у нас на проводе Маша Бостон здравствуйте Маша здравствуйте Маша алло Саша Саша а Саша я прошу прощения это Саша здравствуйте Саша здравствуйте во первых я хотел бы поблагодарить от имени моей матери тещи всех всех на RTN Марк Голуба и вас ребята за то что вы даете хорошее время для наших родителей они enjoy вашу программу значит хочу перенести как бы на national сцену наш разговор я увидел что многие наши ребята из русскоязычной общины склонны голосовать буквально в последнее время я так разговариваю с людьми против против Обамы я еще очень удивился потому что я сам собираюсь голосовать естественно против него я спрашиваю всех как чего вы изменили свое решение они говорят вот этот Джо Сантехник Джо Де Пламор когда они увидели эту передачу говорят с своими детьми с внуками они понимают что это как бы социалистические социалистические замыслы у этого парня традиционно все иммигранты из бывшего Советского Союза в большинстве своем демократы но в этом случае мне кажется очень очень большое количество людей осознают что это далеко не хило хорошо вы хотите что-то спросить конкретно да я хотел бы спросить у вас в вашем округе конкретно какие настроения у русскоязычной комьюнити что мы много вы имеете настроение по поводу завтрашних выборов конечно президентских выборов вы имеете это очень хорошо Саша большое спасибо Саша спасибо спасибо за вопрос мы попросим чтобы ответили и наш депутат и наш журналист на вопрос на этот Арий прав ответьте очень просто большинство наверное подавляющее большинство будет голосовать за Маккейна на мой взгляд есть есть фактор один который для русскоязычных американцев голосующих является определяющим есть три фактора есть фактор того нравится кандидат или нет просто внешне компетентный кандидат или нет по мнению избирателей третье могут ли они верить человеку на мой взгляд вот третий фактор для русскоязычных американцев самый главный потому что мы вышли из страны где правительство вообще верить было невозможно и именно поэтому именно поэтому как мне объясняют люди многие демократы в моем округе они будут голосовать за Маккейна должен вам сказать что на мой взгляд на некоторые вещи на некоторые вещи демократы русскоязычные американцы в отношении Обамы смотрят поверхностно но на некоторые и вы знаете есть есть скажем какая-то ассоциация с Реверентом Брайтом я не буду продолжать вы знаете так сказать все что связано с этими моментами и ассоциациями для меня конечно мне мне интересно каким образом Обама в течение очень короткого времени убеждает людей которые изначально имеют какие-то стереотипы об афроамериканцах что за него имеет смысл голосовать дело в том что мне ведь тоже это приходится делать и очень часто в аудитории которая меня не знает а ты чему-то научился вообще от той компании которую проводит Обама ведь мне кажется действительно уникально как он смог в общем-то без особого опыта стать но с другой стороны может быть люди хотят слышать то что они слышат иногда человек настроен вот он говорит то что бы я хотел услышать Борис да такое есть тоже но русскоязычные американцы очень хорошо разбираются в политических коллизиях и ситуациях только коротко у нас очень много я добавлю ну во-первых Обаме способствует тот фактор что страна жаждет перемен другой вопрос какие могут быть перемены я думаю одним из решающих факторов в выборе русскоязычных американцев не только в 46 округе но и по всей Америке являются две вещи первое это отношение кандидатов к Израилю и в этом вопросе конечно у Маккейна абсолютные козыря даже нечего сравнивать и второе это чтобы люди беспокоились за свою безопасность здесь в Америке и многим кажется что если Обама будет президентом то это приведет к возможному росту преступности из-за того что Обама ассоциировался как говорит Алекс рядом личности мягко выражаясь подозрительным а грубо выражаясь очень радикально настроенных экстремистов и это не внушает оптимизма хорошо русскоязычные избиратели готовы голосовать сегодня за Джона Маккейна включая вашего покорного услуга хорошо значит Ари тогда такой вопрос я знаю что ты демократ и вот у нас в студии у меня в гостях был Колтон который вы тоже знаете ассемблемент и я задал ему просто вопрос за кого вы будете голосовать за Обаму или за Маккейна вы же демократ вы значит обязаны голосовать за а он ответил ничего подобного это выборы которые дают возможности каждому человеку выбирать независимости от того какой партии он принадлежит у нас завтра выборы у меня хотелось бы пару слов у нас много людей хотели бы тоже поговорить с вами но пару слов я тоже имею право что-нибудь сказать завтра выборы и так мы первое решили завтра общие выборы демократы могут за республиканцев голосовать за любого человека скажи пожалуйста вот там есть и в списке твоя фамилия на нижней линии вот я хотел сказать а как это вот линии выбирается так получилось что ты на самой нижней линии линии ассамблеи просто нижняя линия первый президент потом вице-президент потом конгресс то есть надо попросить наших телезрителей чтобы они имели это в виду что добрались до да нет пусть просто снизу снизу за прежде да не точно точно снизу прекрасно у нас на линии Борис город Нью-Йорк здравствуйте Борис здравствуйте Борис добрый день я с удовольствием голосовал за демократов но если я понял что Обама не собирается ну быстро переметнулся сказал что он за Израиль будет поддерживать Израиль очень тяжело ему в этом поверить у меня вопрос к коллегу Бруку Красному у нас на на Бодворке собирается подчипол Бруклина и люди в ясную хорошую погоду приходят на Бодворк а туалеты закрыты построили десятки туалетов потратили миллионы долларов а туалеты закрыты людям приходится ходить в подъезд обписывать подъезды под Бодворк и так далее и так далее нельзя лишь чтобы туалеты были если не понятно понятно хорошо Борис спасибо сейчас мы мы разбираемся такие вопросы я смотрю звонят из похоронного дома звонят из туалет звонят из туалет это одно из самых главных естественных потребностей человека хорошо отрицает Борис вы правы абсолютно и хотя туалеты эти в основном работают до восьми хотелось бы чтобы они хотя бы до девяти работали и работаем над этим они иногда закрываются просто потому что нет людей которые туалет обслуживают и их закрывают иногда это объясняют тем что у них денег недостаточно экономят бюджет иногда что вообще там человек в туалете в этом заболел и не явился на работу много всяких объяснений Семен я хотел бы еще добавить одно добавление может кому-то это покажется мелочью иногда даже некоторые я посмотрел над этим смеются но тот факт что благодаря усилиям Алика Брука Красного и депутата Стивена Симбровица было выделено 10 миллионов долларов на ремонт и содержание бурдвока мне представляется это очень важным достижением всего лишь за два года за эти же два года на втором Брайтоне проложили вот эту дорожку к воде чтобы могли пока одну да хорошо у нас чтобы могли инвалиды и люди из Калифорнии ему далеко пожалуйста Семен вы с нами в студии здравствуйте Семен здравствуйте алло здравствуйте здравствуйте слушаем вас говорите говорите Семен В последнюю пятницу он выступил, он сказал, что он демократ. Но он выступил с большими нападками на Обаму, и он гнал, гнал, гнал всю передачу на Обаму. Я бы с таким человеком, как Ари Коган, никогда в жизни в разведку не пошел. Все понятно. Семен, большое спасибо. Хорошее замечание. Скажи, пожалуйста, ты собираешься в разведку? Или ты уже знаешь, куда ты идешь? Слава Богу, в разведку приходилось ходить, и не один раз, с очень надежными людьми. Очень важно, конечно, кто в тылу, кто рядом с тобой. Но мы уже говорили, что завтра человек имеет право исходить из своих каких-то жизненного опыта, жизненных представлений. То есть завтра человек, любой, может голосовать за любого. Абсолютно. Очень важно, что завтра общие выборы. Я приведу еще один пример. В 46-м округе, например, я буду голосовать в здании шорфронта. Я могу сказать, что я буду голосовать в Ассамблее штата Нью-Йорк за демократа Алика Брука Красного. В Конгресс США за либерального демократа, конгрессмена Джеральда Надлера. В президента США за либерального республиканца Джона Маккейна, который я в своей передаче конкретно говорил, почему я против Обамы, почему я против Маккейна. Хорошо. У нас Нелли Огайо. У нас много людей, которые хотят что-то сказать нам насчет России. Нелли, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Нелли. Нелли, вы с нами. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Добрый день. Добрый. Добрый, конечно. Говорите с Аликом Бруком Красным. Да. Говорите. Можете со всеми нами говорить. Мне очень импонирует этот человек. Во-первых, он верен своим убеждениям. В отличие от его соседа. Это первое. Второе. Мне непонятно вообще вся эта волна, вокруг за кого голосовать. Очень хорошо сказал Алгор, если вам нужна война, если вам нужно продолжение Буша, голосуйте за Маккейна. Прекрасно. Лучше не скажешь. А Обама, это молодой человек, это молодое лицо Америки. Неужели вы все этого не понимаете? Во-первых, Нелли, я хочу вам сказать большое спасибо. Второй раз проговорю. Нелли, большое спасибо. Это ваше мнение. И мне оно симпатично, действительно, когда человек очень искренне об этом говорит. Единственное, что когда меня немножко настораживает, неужели вы этого не понимаете? Все не понимаете. Каждый человек имеет право понимать то, что он понимает. В данной ситуации завтра он имеет право зайти в кабинку для голосования и выбрать любого. Кстати, вы можете написать и свое имя тоже. Там такое тоже. Там есть маленький карандаш. Безусловно. И вы можете написать свое имя. Это будет ваше мнение. А вот к поводу других мнений, это мы еще будем говорить. Кстати, Борис, я установил рекорд города Нью-Йорк по именно вписанию в 2000 году. Полторы тысячи человек писали мое имя, но все равно выиграть не удалось. Должен сказать, что я все время призываю к тому, что мы должны быть терпимее друг к другу. И это, на мой взгляд, очень важно. Однако, во время политических сражений иногда, к сожалению, нам это не удается. Самое главное, чтобы мы не переходили на персональные обвинения. А когда идет борьба мнений, когда люди сегодня позвонили, у них есть противоположное абсолютно мнение. Такое происходит во время политических баталий. Такое происходит часто. Эти выборы, конечно, безусловно, у нас были баталии. Причем мало кто знает, что до этих баталий мы были друзьями. В течение этих баталий нам было тяжело оставаться друзьями. После этого нам тяжело было снова, так сказать, собраться вместе. Однако, я сразу же сказал людям, которые поддерживали Ари, что я совершенно не разделяю людей на тех, кто меня поддерживал, тех, кто меня не поддерживал. Я работаю со всеми, и люди это знают, я это подтвердил. Я уверен, что и Ари сделал бы то же самое. Так вот, я бы хотел обратиться к людям, чтобы они понимали, что политические баталии пройдут. Мы выберем президента, и президентом станет один человек. И после этого я очень надеюсь, что вы сможете спокойно, широко, открытым взглядом, с протянутой рукой для рукопожатия подойти к тем людям, с которыми вы спорили. Поэтому нужно всегда очень аккуратно относиться к спору и никогда не переходить на персональный. Я, кстати, должен сказать, что одной из таких привлекательных для меня сторон сегодняшней встречи было как раз то, что я всегда стараюсь в наших передачах «Контакт по понедельникам», что надо быть чуть-чуть мягче, толерантнее, как любят говорить, или просто шире в своих взглядах. Не все в этом мире заключено только в том взгляде, который человек стоит. У нас София, София, город Нью-Йорк. Здравствуйте. Здравствуйте, София. Здравствуйте. У меня такой вопрос к Алику Бруку Красному. Да, пожалуйста. Я живу в Квинсе уже 5 лет. И я... Как я могу попасть в ваш округ 46-й? Потому что... Переехать... Купить квартиру. Переехать в 46-й. Велком. Дело в том, что здесь я не знаю, какая система в Квинсе. Я простояла 3 года на очереди, 3,5 года. Меня выбросили с очереди. Теперь ко мне вы поставили. Я иду как малоимущая. Вы мне можете что-то предложить? София, позвоните в мой офис. Поговорите с Леной. Она обязательно скажет вам, кто является вашим членом ассамблеи, с кем вы можете поговорить. А телефон, мне что дать? Ну, сейчас мы ей будем телефонить. Нет, офиса моя. Офис, офис, офис. 718-266-0267. Позвоните, поговорите с ней. 718-266-0267. 718-267. Она вам скажет, кто у вас член ассамблеи, а я уже с этим человеком поговорю при случае. Вот таким образом мы делаем обычно. Всех приглашаем в Слава Чистову. Какое на вы подсказали? Я не записала. Я повторяю. 266-0267. 718-718. Прекрасный округ. И Брайтон-Бич, и Луннопарк, и Ворбас, и Сигейт, и Бэрич. И пляжи. Красиво, здорово, вкусно, интересно. Коллезионные получаются. Да, я хотел, чтобы все переезжали. У нас на связи Бостон. Яков. Здравствуйте, Яков. Вы с нами в студии? Здравствуйте, Яков. Здравствуйте. Я видел Алекса Брука Красного на мемориале памяти Лобановского. Мне было очень приятно видеть его там. Спасибо. Из-за чего и спорт тоже интересует. Вы играли в футбол, Яков? Ну, я играл, но я больше болел. Я знаю многих футболистов, в том числе лично из тех, кто приехал. И приехал я из Бостона для того, чтобы познакомиться поближе с этим турниром по приглашению. Эдуарда Ручина, поскольку я хотел, чтобы моя команда Бостонская тоже участвовала там. Но, к сожалению, не смогли. Мы надеемся на будущее. Я очень завидую жителям с 6 округа, что они могут звонить Алексу Бруку Пасом по любому вопросу. У нас такого в Бостоне нет. Даже вопросу... Так надо избирать таких людей у вас в Бостоне. В Бостоне избирать. Наверняка там тоже есть ответственный деятель. Яков, я вам посоветую. Найдите футболиста, который был лучше центральным нападающим. И каким-то образом, может быть, ему удастся выбраться. Я играл много в футбол. У меня еще есть такая вопроса, чтобы Алекс назвал свой еще раз телефон мобильный. Ты вместе с него... Мобильный по телевизору, Яков, дорогой. Последнее. Я себя отношу к 6%, которые еще не определились по поводу выборов. Я думаю, что таких много, среди русскоговорящих тоже. Но меня удивляет другое. Имидж Америки во всем мире достаточно сейчас низкий. И вот этот вот бум по поводу этого Обамы сейчас, который поднялся под его. Может быть, он измелит имидж Америки в какой-то степени. Не знаю. Поживем, увидим. Яков, большое спасибо за ваш звонок. Яков, спасибо. И у нас на линии Анна Балтимор. Здравствуйте, Анна. Вы с нами в студии. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Я хочу сказать несколько слов о том, почему я голосую за республиканцев. Ну только несколько, пожалуйста. Да, я просто хочу сказать к этому разговору, что понимаете, ведь большинство евангелических христиан, республиканцы, они очень поддерживают Израиль. Для нас это очень важно. Стабильность Израиля – это стабильность во всем мире. Дальше я хочу сказать, что, ну, это уже мое личное впечатление от работы с людьми, что афроамериканцы очень поднимают уже голову и достаточно дискриминируют нас. Это уже чувствуется в этом отношении, из грязи в князи, понимаете. Это мое личное мнение. Теперь что я хочу сказать, что Обама, во-первых, где он достал их 500 миллионов долларов. Естественно, это можно думать о том, что арабские страны сыграли определенную роль в его избирательной кампании, помогая ему финансово. Республиканцы не имеют таких средств. И кроме того, он уже заявлял о том, что он против превентивного удара Израиля по Ирану. А это именно необходимо сделать, чтобы остановить ядерную насоску. Анна, большое спасибо. У нас, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня больше говорили с нашими гостями. Ваши замечания и ваши мысли, конечно, очень интересны. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел тебя спросить, Арик. Вот у меня на столе, я показываю, вот сейчас телезрителям покажу, вот одна газета, одна газета, русская реклама. Вот постер такой рассылает, вот еще такой. Как к тебе относится русская вообще пресса? Она тебя любит, гладит, кусает, ругает. Как вообще, ты доволен работой русской прессы? Борис, я бы очень хотел, чтобы каждый русскоязычный журналист скрупулезно, скрупулезно разобрался в том, что я хотел бы сделать. И что еще нужно сделать? И в этом смысле, на мой взгляд, то, что делает Арий сегодня, поддерживая меня и вспоминает то, что я сам не помню, Борис, абсолютно честно говорю, искренне. Он вспоминает какие-то вещи, какие-то достижения, которые я сам не очень хорошо помню. На мой взгляд, люди, которые пишут о политике, должны очень хорошо разбираться в ней. И я дружу с очень многими русскоязычными журналистами и очень надеюсь, что они более объективно будут представлять то, что происходит на политической арене в дальнейшем и разбираться. Я понимаю, что у них не хватает времени на это. Я понимаю, что очень много происходит в общении, но некоторые политические вопросы. Мне бы очень хотелось, чтобы наши русскоязычные журналисты разбирались в этом скрупулезно. Ну, может, тебе надо заходить время и встречаться, делать, может быть, какие-нибудь встречи с прессой раз в месяц хотя бы. Все время происходит. Я постоянно посылаю пресс-релизы. Пресс-конференции. Не поймите меня неправильно, мои пресс-релизы всегда в прессе, я очень признателен русскоязычным журналистам, но я бы хотел, чтобы то, что происходит, особенно на национальном уровне, то, что происходит на уровне, скажем, мэра Нью-Йорка, очень важно русскоязычным американцам, чтобы это доставлялось в объективной форме, чтобы не было преломления. Я понимаю, что хочется свое, так сказать, мнение. Ну, в конечном итоге ты доволен работой в нашей прессе? Безусловно, безусловно. Ари, одна минута. Одна минута. Я хочу добавить, что вот, например, один из законопроектов в Ассамблее штата Нью-Йорк, который спонсировал Алек Брукрасный, это был законопроект об увеличении наказаний за нападение на пожилых людей. Эта тема очень была важная, во всех русскоязычных СМИ много лет она освещалась, и необходимо было всем преступникам, которые нападают на пожилых людей, знать, что за это они будут не легко сидеть за ними 20 лет. Хорошо, Ари, спасибо большое. Сейчас такой закон в штате Нью-Йорк существует. Еще один звонок мы возьмем, это Калифорния, Анатолий. Да. Алло, Анатолий. Да, здравствуйте. У вас есть 15 секунд сформулировать свой вопрос, пожалуйста. Да, значит, действительно времени мало, но я хотел бы сказать, что в свое время Нью-Йорк сделали правильный выбор в пользу красного, в руках красного. В пользу красного. В пользу красного. Особенно в свете последнего его выступления, не в смысле, что в разведку не пойдет, он совершенно прекрасно представляет, но он же передергивал факты против Обамы. Он, так сказать, все это искажало, мне было просто обидно слышать, тем более в вашем штате, ведь Обама обречен уже быть президентом. Все ваши выступления против не имеют никакого смысла при системе выборщиков. Понимаете, вы... Хорошо, Анатолий, вопрос есть? Так вопрос, даже не вопрос, а просто пожелания более активными. Понимаете, поскольку у нас одно телевидение и один автор. Конечно, я согласен с вами, да. Хорошо, большое спасибо, Анатолий, большой привет Калифорнии. Молодые люди, наше время подходит к концу. Ари, что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что мы стали еще на час моложе. Я хочу, во-первых, еще раз сказать спасибо Борису Тенцеру за эту прекрасную передачу и подчеркнуть, что у нас завтра общие выборы. Демократы могут голосовать за республиканцев, республиканцы за демократов, независимые за тех и других. Главное выбирать достойных людей, выбирать личности, выбирать тех, кому вы доверяете и тех, кого вы считаете обеспечить безопасность вашей семьи, поможет лично вам, вашей семье, вашим родным и близким. И я считаю, что по многим этим вопросам и в президенты, и в депутаты ассамблеи у нас есть четкие выборы. Если говорить про 46 округ, то однозначно это... Все, 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 Ари, 15 секунд и стекло. Алик? Во-первых... Тебя осталось сколько часов до того, как тебя изберут? Спасибо. Первое. Внизу, нижняя строчка. Это я помню. 15 секунд. Уважаемые друзья, голосуйте так, как вам сердце подсказывает, это первое. Второе. Моя фамилия на последней строчке, и я должен сказать, что я нахожусь в ассамблее в большинстве. Демократов там 108, республиканцев 32. Именно поэтому мне удалось первые два года очень много сделать. Вот здесь, понимаете, политическая обстановка в конкретном штате имеет большое значение. Спасибо. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Контакт по понедельникам». Удачи завтра, чтобы ты завтра был не просто избран, а избран большинством, большим голосом. Спасибо. Ари, удачи тебе в политической и общественной деятельности. И, уважаемые телезрители, удачи вам. Хорошего настроения на завтрашний день и на все последующие четыре года, потому что что вы завтра изберете, то вы будете иметь. Всего хорошего. С вами был Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!